Жилой дом по адресу Мусрепова 11В был сдан в эксплуатацию в конце лета. Уже два месяца здесь нет отопления. От этого страдают жители 45 квартир. Многие из них уже начали ремонт. Застройщик от пояснений пока уклоняется. Терпение у владельцев квартир лопнуло с первыми холодами, когда выпал снег. Активные граждане обратились в редакцию МТРК за помощью, так как с мертвой точки проблема не двигается. А застройщик только обещает решить вопрос. Ни застройщик, пока ни теплосети. Ответ нам не дали. То есть мы жильцы не можем понять даже в чем причина из-за того, что не подключается отопление в наш дом. Застройщик, когда мы с ним хотели просто как бы обсудить этот вопрос на собрание, он на собрание просто-напросто не приехал, проигнорировал нас и комментарий нам не дал. Жить в собственных квартирах люди не могут. Селятся у родственников или снимают жилье. 110 тысяч платишь ипотеку, это у меня еще небольшой заем в принципе. Плюс еще 100 тысяч арендное жилье. Плюс еще я работаю один, у меня жена в декрете, двое детей. Это еще надо кормить их. Плюс еще надо ремонт делать. Вот и проблема. А когда заедем, неизвестно. Мы никак не можем зайти в тепловые сети. Нам не может никто дать ответ оттуда. Вы каким-нибудь образом можете нам помочь? Запотевшие окна, отсыревшая штукатурка, влажность на стенах. Свежий ремонт в квартире начинает портиться еще до завершения. На время отделочных работ здесь спасаются тепловыми пушками. А вот те, кто ремонт уже закончил, теряют гораздо больше. Низкие температуры и влажность портят мебель, технику и полы. Площадкой переговоров всех сторон стала общественная приемная партии «Аманат», где каждый смог озвучить жалобы и дать пояснение. Так как к нам заходит тепловая труба, дворовая уже, она у нас тупиковая. И на конце, концевой дом есть, вот Назарбаева 183. Это шестиподъездный панельный старый дом. У них были постоянные жалобы о том, что у них холодно. Но при этом у них через улицу, через проволок, можно сказать, четыре года тому назад была поменена тысячная труба диаметром тысячи, тепловая, и там было достаточно давления. И было сделано предложение такое о том, чтобы переподключить этот дом и сделать его первичным и отсечь с нашей тупиковой ветки. В общем, мы это сделали и стратили порядка 15 миллионов тенгет. Теплосети не отказывают в помощи, но важным моментом остается финансовый вопрос. Я предлагаю посмотреть какую-то модель, если здесь у нас есть юристы, и есть консульты к нашему типовому договору, какое-то его долевое участие он сейчас оплачивает, условно говоря, часть, долю, да, какую-то долю. Пятую, допустим, если пять, я не знаю, долю надо считать как-то, да, там нужно посмотреть. Какое-то финансовое обеспечение сделает, и мы подключаем эти дома. Встреча сторон на площадке партии Аманат закончилась соглашением между застройщиком и теплосетями. Согласно ему, монополисты за свой счет должны будут устранить проблему с теплоснабжением, а позже застройщик возместит расходы на подключение. Предварительные расходы по расчетам сторон составят 17 миллионов тенге. Когда появится тепло в квартирах, пока неизвестно. Анна Богословская, Шерния Сыманов, МТРК